Всем привет! Мы приехали в центр Москвы, к храму Христа Спасителя. Здесь строят жилой дом с подземной автостоянкой. Пойдемте проверим качество монолитных работ. Проверять будем с инспектором ОСГОСТРОНОДЗОРА и специалистами Центра Экспертиз, Исследований и Испытаний в строительстве. Сначала они изучат проектную документацию и после пойдут на стройку. Все, в доме будет 6 этажей, 4 уже почти выросло. Подземная автостоянка, двухэтажная. Сейчас пойдем проверять качество монолитных работ. Ждем инспектора ОСГОСТРОНОДЗОРА и специалистов лаборатории. А мы вас ждем. Сейчас возьмем проектную документацию, поднимаемся на монтажный горизонт, посмотрим, как там обстоят дела с армированием, вообще выполнением работ по монолитным ответственным конструкциям. Отлично, хорошо. Да, ведите нас, пожалуйста. Журналист – это судьба. Однозначно. Посмотрите, какие здесь виды. Храм Христа Спасителя. И это только 4 этаж. А какие виды будут на 6? Обалдеть. А с другой стороны Москва-Сити. И я вижу звезды Кремля. Вон. Идеальное расположение дома. Я бы хотела здесь жить. Мы сейчас измерим фактически показатели защитного слоя бетона. И затем сравним с рабочей документацией. Мы будем выбирать наименьшее из расстояния, ну, так же и наибольшее. Посмотрим все пилоны в первую очередь, потому что это наиболее ответственные конструкции. Потом уже в ходе проверки документации будем делать свои выводы. Участок под застройку выбран непростой. Исторический центр Москвы вплотную примыкают здания. Переложили сотни километров инженерных коммуникаций. Более того, провели мониторинг и укрепление домов в зоне застройки. Здесь укреплялись соседние здания. Практически все, которые находятся в зоне влияния. И жилой дом, и здания энергетических таможен. Сейчас мы идем на технический этаж, чтобы вместе со специалистами центра экспертиз проверить бетон и стены. Здесь темно, но проверке это не помешает. Расскажите, какие вы сейчас работы выполняете? Мы проверяем оценку вертикальности несущей конструкции. В данном случае стен. А что это за прибор у вас такой? Это электронный тахерметр. Так. С помощью него проводятся эти работы. То есть, в принципе, вы сейчас можете уже определить, есть ли какие-то отклонения, нет ли отклонений от нормы. Так, и что показывает ваш прибор? Ну, пока я только начал. Так, ладно, мы проследим. Надеюсь, что мы не найдем никаких погрешностей. Да? Да. Не отвлекаю. А за этой стенкой уже проверяют прочность бетона. Так, с этим прибором мы уже знакомы. А что с вот этим отверстием? Данное отверстие, который ремонтируется в подрядной организации, нанесущую способность данный метод никак не влияет, он является гастированным. Показания зафиксированы. Их сравнят с цифрами в проектной документации и сделают вывод о качестве бетона. Ну что, давайте подведем итоги проверки. Пока преждевременно подводить итоги проверки. Вместе с тем, нужно отметить, что класс бетона, его прочность и армирование подземной части в целом удовлетворительны. Отдельно будет проверено качество кирпичной кладки, в том числе изготовление раствора, измеренные горизонтальные вертикальные швы кирпичной кладки. И дополнительно проведена проверка армирования на монтажном горизонте. Так, и когда уже будут полноценные итоги проверки? И когда мы будем знать, насколько качественно здесь выполнены работы? Для того, чтобы юридически обоснованы были выводы по данной проверке, нужно дождаться все-таки результатов заключения ГБУ ЦИИС. Мы получили результаты проверки. Обнаружено лишь одно незначительное отклонение от вертикали внутренней стены. Нарушение оперативно устранено. Ольга Зиневич, Иван Коробков, Строймосрун.